16 июня в актовом зале администрации под руководством главы города Зайнудина Акмазова состоялось совещание, на котором обсудили тему неформальной занятости населения. Собрание состоялось с присутствием членов межведомственной группы по реализации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения, директоров управляющих компаний рынков, частных предпринимателей, представителей финансового управления администрации города, городского отделения, федеральной налоговой службы и других ведомств и организаций. Начиная с совещания, глава города рассказал о том, какие меры будут приниматься в целях решения вопросов, связанных с постановкой на учет деятельность торговых организаций. Мы создаем комиссию. Доклад о ходе реализации программы зачитал начальник финансового управления администрации Магомед Шахвеледов, который подчеркнул, что на налоговом учете состоят более 2000 предпринимателей. Это составляет чуть менее 60% от общего плана, представленным правительством Республики Дагестан. В основном по городу все большие торговые объекты поставлены на учет. Основная проблема остается по-прежнему на рынках, где работа по постановке на учет налоговой базы проходит крайне слабо. В некоторых рынках ее и вовсе игнорируют. Исполнение данного местного плана директорами рынков не составляет и 30%, отметил Магомед Шахвеледов. На сегодняшний день, последний, можно сказать, месяц, очень слабая работа идет по постановке на учет по рынкам. Есть рынки, которые вообще игнорировали. Словесно отчитывается, хотя мы вначале договаривались, налоговая инспекция с заявлением отправляет и копии паспорта непосредственно предпринимателя. Он пишет заявление, обращается в налоговую инспекцию, оттуда ему дается расписку или уделение о том, что он документы подал. Заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции по республике Дагестан Багавдин Гаджи в своем докладе отметил, что с момента последнего подобного собрания, которое состоялось 10 марта, есть положительные изменения, но они явно недостаточны. Практически все руководители управляющих компаний и директора рынков обещали навести порядок, но к данному времени, кроме двух рынков, ни у кого нет разрешения на торговую деятельность. Для чего проводится подобная процедура, рассказал Багавдин Гаджи. Если вы сейчас не устраняете, сейчас штрафные санкции от 40 до 50 тысяч рублей, если вы не устраняете, то есть если не успеваете получать разрешение, потом при втором материале уже судебным решением рынок приостановится. В целях реализации исполнений, направленных Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан новых дорожных карт в адрес муниципального образования города Хасайвюрт с марта месяца текущего года проводится необходимая работа по его выполнению. Далее о планах реализации дорожных карт для руководителей рынков поделился начальник отдела по развитию малого и среднего бизнеса Узайри Хадисов. До завтрашнего дня рынки должны свои предложения внести. Если у вас есть какие-то свои предложения по внесению в эту дорожную карту, на ваше видение какие-то изменения, если надо внести, то завтра до обеда сюда к нам представьте. Глава города Зайнудин Акмазов в завершении встречи особо подчеркнул, что вся проводимая работа направлена на выведение деятельности предпринимателей и рынка в целом в рамки правового поля. На сегодняшний день таковы требования руководства республики и государства в целом.